Радио Орфей. 99,2 FM в Москве. Приятного отдыха под аккомпанемент классики. Ровно 16 часов столичное время и, друзья, впереди, конечно же, избранная классика. Как всегда, на своих местах наши постоянные программы. Программа «Бал» в 18.30, об опере «Любовный напиток». Да и не только об опере, вообще о любовных различных напитках. В 21 час традиционно концертный зал Радио Орфей на нашей волне. Но об этом мы подробнее чуть позже. А сейчас время гостей в студии. Как всегда, в 16 часов мы приветствуем музыкантов, деятелей культуры, театра. И сегодня мы поговорим об одном спектакле, который совсем скоро пройдет в доме музея Марии Ермоловой. «Булочная» или «Перепуганный немец». И, наверное, многие из вас сразу догадались, что речь идет не о мюзикле, не об оперетте, а именно о водевиле. Возможно, уже даже забытом жанре. И вот об этом мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей, художественным руководителем, режиссером и актрисой театра «Парабазис» Людмилой Ралдугиной. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Да, мне приятно, что вы сегодня меня пригласили, потому что мне бы очень хотелось поговорить об этом действительно забытом где-то жанре водевиль. Ну, все-таки сразу же начну с того, что, как вы, конечно же, знаете, водевиль все-таки к нам пришел из Франции в конце XVIII века. И практически уже в начале XIX века, где у нас уже была комическая опера... Его и начали забывать. Да, его начали забывать комическую оперу и переходить на водевиль. Вот. И в XIX веке это был расцвет этого жанра. Писали его все. То есть не только драматурги и просто молодежь, интеллигенция. То есть все писали, все старались, если бенефис какого-то любимого артиста, обязательно написать к бенефису артиста водевиль. Я вот даже нашел цитату Грибоедова, репетила в горе от ума, говорит, в шестером, глядь, водевильчик слепит, другие шестеры на музыку кладут, другие хлопают, когда его дают. Но при этом он говорил о том, что, ну вот, заранил, да, в этом четверостишии то, что все-таки многие водевильчики были далеки от какого-то качества, да, от какой-то высокой формы водевиля. Все-таки много было сделано под копирку, под кальку. Ну да, Белинский вообще часто критиковал, говорил, что это вообще достаточно на нашей сцене, очень много стало в водевиле, и, может быть, это как-то не есть хорошо. Но я что скажу. На самом деле, вот при... Ну, потом, конечно, этот жанр стал постепенно закат, начался от этого жанра. Вот. Сейчас я не скажу, что мы возрождаем водевиль. Театр Парабазис, на самом деле, я в двух словах, если вам интересно, скажу что-то такое. Это что-то греческое, да? Да. Вообще, наш театр недавно, он всего лишь год этому театру, но актеры, режиссеры, сценографы, художники и много разных других людей творчества объединились под этим названием. И мы экспериментальный театр. И все занимались... Я, допустим, приехала в свое время из Петербурга, из Санкт-Петербурга, там закончила Академию. Именно как режиссер. Да, как режиссер, да, нашей Санкт-Петербургской Академии на Маховой, как режиссер. У нас в нашем театре есть актер, который сейчас служит еще параллельно в театре ШДИ Школы драматического искусства Сергей Ганин. Он приехал когда-то из Саратова, где служил в театре АТХ. Это экспериментальный совершенно театр, который занимался экспериментами. Это был культовый в 90-х, 2000-х годах театр. Также в нашем театре есть актер Сержан Симич, который в Сербии, в Израиле тоже занимался экспериментами. И разные другие актеры. И вдруг мы объединяемся в это название «Парабазис». Для чего? Для того, чтобы... Почему он называется именно «Парабазис»? Как вы уже заметили, что это древнегреческое название «Парабазис». То есть хор во время выступления отступал от пьесы и выходил к зрителю. И уже своими словами говорили о пьесе, о погоде, о настроении, о чем угодно. То есть это был тесный контакт со зрителем. Или другое название «Парабаза». Это тоже именно отступление, когда от высокого слога своими словами со зрителем контакт. Сейчас очень модное слово «интерактив». Интерактивный театр. И, в принципе, мы тоже, конечно, придерживаемся этому интерактиву. Но мы назвали «Парабазис» от древнегреческого слова. Но, по сути, это где-то интерактив. И если уже возвращаться к нашей теме «Водевиль» в доме-музея Ирмоловой, то я скажу, что и «Водевиль»-то мы не просто вот взяли, разучили куплетик, и вот мы показываем «Водевили». Нет. На самом деле, что это такое? Да, «Водевиль» есть, я сейчас объясню. Давайте по порядку. Вот что за «Водевиль»? Где происходит действие того самого древнего текста, к которому вы обратились? Древний текст написал артист-драматург Императорского театра Пётр Андреевич Каратыгин. Написал в середине XIX века эту прекрасную, ну, приблизительную, я говорю, там, написал «Булочный» или «Петербургский немец». Оригинальное название. И даже Некрасов говорил, что это один из лучших «Водевилей», которые появляются на сцене императорских театров. То есть его просто очень восторженно приняла публика именно вот этот «Водевиль». И был он, конечно же, на злобу дня. Да. Почему мы назвали его всё-таки не «Петербургский», как оригинальное название, а «Перепуганный немец» – это для того, чтобы сохранить не петербургскую атмосферу и вот всё, что происходит, а именно перенести этот «Водевиль» в Москву. Потому что... Тогда уж надо говорить и «Булочное». Да, может быть, да, «Булочное», да. Вот. Там действие простое. Происходит, действительно, в «Булочной» или в «Булочной», как теперь можно сказать. Были действительно такие реальные факты. Открывались немецкие «Булочные», и в какой-то период, ну, какие-то начались изменения, проверки, как можно сейчас сказать. И в этот момент действительно произошёл такой казус, что... Простой, как бы, сюжет. Хозяин этой «Булочной» Иван Иванович Клейстер, испугавшись, что появляется какой-то странный человек, он думает, что это полицейский, который хочет, наверное, закрыть эту «Булочную». И он начинает очень волноваться по этому поводу. А к его дочке Машеньке приходит молодой человек Шагаев, который заказывает огромные кренделя, которые не пролазят в форточку. Поэтому его действия, абсурдистские действия вызывают страх у папеньки, у Ивана Ивановича Клейстера. Он думает, что это полицейский. Машенька боится, что папенька догадывается, что к ней приходит молодой человек. И вокруг всего этого, конечно, много любви, много всего. Но мы действия перенесли в Москву. И у нас там существует ещё Карлуша, подмастерья. И мы сделали, что он сходит с ума, и его глазами происходит вся эта история через подмастерья Карлушу. Для чего мы это сделали? Потому что, так как наш театр всё-таки экспериментальный, мы пошли тоже разбор, структурный анализ Водевиля. Почему мы решили именно взять Водевиль этот? Вот несколько времени назад нас пригласили в дом музея Ермоловой показать детские сказки. И мы показывали Ганса Христианца Андерсона, чудесную историю Кая и Герды. Ну, или «Снежная королева». И мы полюбили этот особняк, потому что он действительно и вокруг люди, все служащие этого особняка. И в нём типично московский дух, при этом он, опять же, вот и оттуда, из Европы, всё вместе в нём следует. Да, всё вместе. И театр, и время, эпоха, и всё-всё. И у нас странно... Мы стали интересоваться, естественно, более, ну, конечно, мы знали, но, тем не менее, ещё более подробно, творчеством Марии Ермоловой. Потому что этот особняк... Трагическая актриса. Да, трагическая актриса. И когда нам рассказали, что, ой, вы девили, лучше не надо о ней говорить, потому что это боль Марии Николаевны Ермоловой. А я подумала, а почему боль? И вдруг стала изучать эту тему, и поняла, что ещё в 13 лет юная Мария Ермолова играла в Водевиле. Её папенька Николай Ермолов, он был ранее артист, потом он был драматург, а далее он стал суфлёром. И он предложил в своём бенефисе поиграть, зная увлечения Марии, юной Марии, театром. Предложил ей сыграть в бенефисе в таком Водевиле «Жених на расхват». Роль франшерты, кокетки молодой девочки, она в 13 лет её сыграла. И она её сыграла, но, конечно, никакого такого успеха не было. Потом она закончила Московское театральное училище, поступила в театр, и опять ей пришлось играть в Водевиле. И вот почему-то считается, что вот бедная Мария Ермолова в это время как-то не испытывала того удовольствия, какое она испытала потом, того успеха. Так оно как бы и есть. Но всё равно это истоки её творчества, и они всё равно интересны. И я знаю сама, как моя первая профессия актриса, что любая роль, даже водевильная, даже смешная, любая-любая, для актрисы это всё равно, это её жизнь, там кусочек её жизни. И мы пытались исследовать вот этот момент, и подумали, очень хорошо, тем более сейчас, в Дни Масленицы вот у нас будут вот эти спектакли премьерные 15-го, ну мне уже сказали, 15 февраля билеты там уже проданы, а вот на 17-е мы приглашаем в 19 часов в дом музея Ермоловой на спектакль «Булочная» или «Перепуганный немец» по пьесе Кратыгина. Но я хочу сказать, что на самом деле вот эта пьеса, ещё раз возвращаясь к Водевилю опять, мы здесь, конечно, у нас есть тоже изюминка, мы не просто, мы драматические артисты, не просто мы собрались, выучили куплеты, разучили танцы, нет, всё как раз не так. Здесь, опять же, мы полностью начали провели исследовательскую работу, то есть мы поняли, что Водевиль сегодня должен как-то вернуться немножко уже по-другому к зрителю, чтобы он не был зрителем, вот перед ним там разыгрывают что-то актёру, что такое легкомысленное, нет. То есть я подозреваю, будут танцы. Нет, танцы будут, но самое удивительное, мы пригласили прекрасного композитора, музыканта Фёдора Амирова. Это лауреат многих престижных фестивалей, он закончил консерваторию московскую, но он занимается и авангардной музыкой, и, кстати, после спектакля 17 февраля, который мы сыграем в 19 часов, он сразу же улетает в Италию. Опять у него сольный концерт, он объездил весь мир, это молодой человек, но очень выдающийся. И вот он будет не просто нам играть во время спектакля на рояле живую музыку, он будет её здесь с нами, здесь и сейчас, он будет сочинять и импровизировать. То же самое будут делать актёры, они будут здесь и сейчас импровизировать. Возможно, во время вот этого Водевиля ход Водевиля поменяется, потому что Карлуша, он может предложить кому-то из зрителей стать Карлушей, потому что он не захочет быть Карлушей, потому что не всё идёт так, как ему нужно. Барышня Машенька, с которой он вместе служит у них, она влюбляется в другого, он это узнаёт, и ему не хочется уже быть Карлушей. Его играет сербский артист, это комик, это практически Чарли Чаплин. И он, естественно, предложит кому-нибудь из зрителей стать Карлушей. Поэтому мы попытались здесь, естественно, фантасмагория. Это обязательно здесь присутствует у нас нереальность, другой взгляд, взгляд современных режиссёров, актёров. И поэтому, да, песни, танцы там будут присутствовать, но там будут присутствовать вот новые формы Водевиля. И ещё я хочу сказать, конечно же, так как мне приходилось некоторое время назад быть в городе Коломна, такой странный город Коломна, и там я как режиссёр открывала некоторые музеи, Калачная, там музейная фабрика пастила. Там есть пастилы и фабрики, да, и музей пастилы. Был такой период, и когда мы открывали музей Калачная, я сочинила такой сценарий, он назывался опера-балет Калачо. И тоже в пародийной форме были настоящие оперные певцы. Если, может быть, вы слышали, такое есть Алхаз Ферзба, это прекрасный баритон, то есть вообще, я думаю, что это восходящая звезда вообще у нас оперного искусства. И вот мы сделали оперу-балет Калачо, там был настоящий балет, настоящая опера, но в пародийной форме воспевали этот Калач. Он так назывался Калачо, это был прекрасный, и даже я где-то видела описание этого спектакля, что это невероятные костюмы, невероятные декорации, там огромные стояли, барышня пела, как бы олицетворяя печь в огромную, ну, три с половиной где-то метра это вот барышня была, и какие-то маленькие, большие люди, формы. Вот поэтому мы, в принципе, можно сказать, что мы приступали к таким жанрам. Ну, это был пускай не выдевиль, но вот эти разработки, и они остались, они остались и в нашем вот выдевиле. А у вас-то Калачи будут, Маслин все-таки на дворе. В том-то и дело, почему я вспомнила про Коломну, я позвонила туда вот в этот, в Калачную, которая находится прямо у Пятницких ворот, вот в самом сердце Коломны старинной, позвонила и сказала, что у нас будет вот этот водевиль проходить вдоль музея Ермоловой, и мы бы хотели иметь что-то, тот продукт, который мы воспевали когда-то в Коломне. Нам предложили такие вот называемые булочки попушник, которые изготовлены, кстати, вот да, они изготовлены по рецептам 17-18 века, сдобные, вот настоящие, какие-то необыкновенные. Нам их привезут из Коломны прямо в канун спектакля, и мы ими будем с чаем, с вареньем или с медом угощать зрителя прямо во время спектакля, потому что вся атмосфера, она будет накаливаться здесь и сейчас, будут пробегать булочник, подмастерье, будет много муки сыпаться, и кренделей, и всего-всего-всего. И, конечно же, у зрителя, помимо хлеба и зрелищ, помимо зрелища, конечно же, они захотят попробовать то, что здесь приготовлялось, потому что будет дым, все это будет происходить. Белый зал в музее Ермоловой превратится в это мгновение, превратится в настоящую булочную 19 века, и зрители будут участвовать. А главное, как все сходится-то хорошо, вот вы переносите как бы действия из Петербурга в Москву, и ведь в Москве как раз там, на Тверской, Тверской бульвар, Тверская улица была знаменитая булочная Филиппова. Вот, да, да, да. Как раз то место, где и слойки, и пироги, и сладости, и пряники, да чего только не было, и вполне возможно, что какая-то такая сценка и там была. Вот, да, булочная Филиппова, булочки Филиппова знаменитые совершенно, они тоже близки к этой теме, и мне кажется, что вот весь этот, как, ну, в старину называли околоток, он превращается в данный момент, вот эти подмастерия, которые существовали тогда, и вот эту атмосферу, несмотря на то, что, чтобы не разочаровались некоторые зрители, подумав, что, ах, это полностью осовремененная вещь. Некоторые хотят именно традицию, в том-то и дело, что мы хотим совместить традиционный водевиль с его атмосферой, но там очень сложный текст. Он, во-первых, чтобы, вот если говорить о тексте, чтобы найти эту пьесу, нам пришлось очень, и мы были и в библиотеке Ленинской, где только мы не искали, ее невозможно в интернете найти. Вот если вы наберете... Да, я пытался. Ее нет, она изъята, и поэтому мы просто, и поэтому мы это проделали огромный труд, чтобы найти этот текст. Когда мы его нашли, он с ятями, он невозможно, трудно, трудно его даже просто выговорить, этот текст, там такие сложные фразы, поэтому мы его снова как бы адаптировали под современный язык. Это адаптация текста, а не то, что мы там полностью... В общем, работа грандиозная. Это огромная работа, потому что там очень трудный текст. Его сейчас люди не смогут воспринять, но адаптировав текст, и он смотрится очень современно, насыщенный разными оттенками, и... При этом сохраняет дух и сохраняется полностью дух вот того времени. Это, на самом деле, очень такой большой труд, сложный, и поэтому, но должно тогда... Людмила, пригласите всех наших слушателей, когда, где оценить ваш титанический дух. Да, вот этот спектакль будет 15 февраля в 19 часов, но мне сказали, что там закрыта продажа, я очень рада этому, конечно, вот только что сейчас мне сообщили. А 17 февраля в 19 часов в доме музея Ирмоловой Тверской бульвар 11 будет премьера спектакля «Булочный или перепуганный немец» по пьесе актера Императорского театра Петра Каратыгина. Там будут перед спектаклем, мы будем бродить с людьми еще плюс ко всему по самому особняку, прочувствуем всю эту атмосферу. Наши артисты балета и наши артисты оперные разучат с людьми оперные какие-то, ну, может быть, не оперные, а облегченные какие-то... Ну, какие-то сценические действия, да? Наш артист, солист балета Дмитрий Салтанов научит легким комическим танцам. Люди уже, ну, вот они уже будут в этой атмосфере 19 века, бродя по этому... И этот формат очень важен, что именно не просто мы вот в Белом зале отыграли спектакль и все, нет, а что люди сами будут танцевать, веселиться, да в Днемасленице. Потом они поднимутся по старинной лестнице, по этому особняку, перейдут в Белый зал, и там они будут внутри, внутри Водовиля этого. Они не будут отдельно люди, вот мы просто вот с ними, с каждым человеком актеры будут общаться, они будут с ними. Людмила, скажите, где взять билеты еще оставшиеся на 17-е число? Можно открыть в разделе Афиша, можно зайти на сайт Бахрушинского музея, из Бахрушинского музея, это главный музей, найти филиал, Ирмоловский музей, и там открыть раздел Афиша. Раскрыли отдел Афиша, и там вот этот спектакль и кнопка «Купить билеты», нажимаете кнопку «Купить билеты» и покупаете. Можно также в Ирмоловском самом музее, также там можно купить билеты, а можно просто вот онлайн купить билеты, все. Огромное вам спасибо, Людмила, что пришли, так красочно завлекли нас, рассказали о спектакле и вообще о самой атмосфере, о своих артистах, артистах театра «Парабазис». Напомню, у нас сегодня в студии была художественный руководитель, режиссер театра «Парабазис» Людмила Ралдугина. Спектакль «Булочная» или «Перепуганный немец» в доме музея Ермоловой. Спасибо вам и удачи вашим артистам. Спасибо, спасибо вам тоже. Радио «Орфей». Территория классики.